Перешли все границы. Западные страны снабжают российскую армию и не попадают под санкции. Кто из европейцев финансирует путинскую войну и при чем здесь Валентин Юдашкин? Враги народа. Санкции ударили по обычным россиянам, но не по путинским друзьям. Они должны преследовать легитимуцию. Почему про кремлевскую газету можно спокойно купить в Европе? Чеченская федерация. Сын Рамзана Кадырова избил обвиняемого в сожжении Корана. Будет ли наказан глава Чечни и что нам ответили депутаты Госдумы? Привет, это проект «Можем объяснить». Меня зовут Илья Давлячин. Мы не пересказываем чужие новости, мы создаем их и объясняем понятным языком, что они означают. Вслед за Россией, развязавшей войну в Украине, войну объявили самим россиянам. Западные страны вводят беспрецедентные запреты и ограничения. Вся Балтия, а также Польша и Финляндия запрещают въезд автомобилям с российскими номерами. В Литве россияне без ВНЖ больше не могут купить недвижимость. В Польше обладателям красных паспортов отказывают в перелетах и не пускают самолеты. Уехавшие россияне оказались в удивительной ситуации. В Госдуме их называют предателями и постоянно угрожают лишить гражданства. С другой стороны, санкции против них вводят и западные страны, будто бы вынуждая вернуться обратно в путинскую Россию. Мой коллега Ренат Давлитгильдеев о том, как россиянам нигде не рады. С начала войны все страны Балтии выступили в поддержку Украины. Они приняли тысячи беженцев и стали бороться с российской агрессией. Только борьба у них вышла не против Путина и его друзей, а против обычных россиян. Год назад Латвия, Литва и Эстония запретили въезд по шенгенским визам за исключением семейных и гуманитарных целей. Активным сторонником запрета был глава латвийского МИД Эдгарс Ренкевич. Спустя год он стал президентом Латвии. На этом балтийские страны не остановились. Теперь запрещено пересекать границы ЕС на машинах с российскими номерами. Неважно, бежите вы от войны и Путина, перевозите украинских беженцев или едете к родственникам. Теперь Европа собирается идти еще дальше. В Латвии и в Эстонии обсуждается конфискация уже ввезенных машин с российскими номерами. Владельцам дадут несколько месяцев на регистрацию в Европе или авто заберут. Запрет на въезд российских автомобилей отразился на украинских беженцах. Волонтеры из России перевозили в Европу раненых и тяжело больных украинцев на машинах скорой помощи. А после запрета женщину из Мариуполя с последней стадии рака пришлось полтора километра везти на инвалидной коляске на российско-эстонской границе. А все потому, что таможенники не пустили скорую, сославшись на новые правила Евросоюза. Иран, Индия, Северная Корея. Что объединяет эти страны? Да, все они так или иначе поддерживают войну России против Украины. А теперь назовем еще несколько стран. Великобритания, Латвия, Китай. Изменилось ли что-нибудь? Нет. Вы удивитесь, но все эти страны так или иначе деньгами и товарами поддерживают путинскую войну. Именно там находятся компании, которые ведут бизнес с России. И не просто с России. Среди их клиентов Следственный комитет, Росгвардия и даже Минобороны. Сейчас мы расскажем, как это стало возможным. Для этого отправимся в небольшое путешествие. Центр Риги. Самая длинная улица латвийской столицы Масковос-Иила. Ну или Московская улица. Несмотря на российскую агрессию, она избежала переименования. А в этом здании расположена компания, сумевшая избежать каких-либо санкций. И это удивительно. Ведь все последние годы именно она одевает российскую армию. Знакомьтесь, фирма с непримечательным названием Arta F. Уже полтора века она производит комплектующие для одежды. Молнии, застежки, кнопки. Проще говоря, самые необходимые детали. Иначе, ну, как вы будете ходить в рубашке без пуговиц. Несмотря на войну, главными клиентами Arta F являются компании и страны-агрессоры. За полтора года войны латвийская фирма поставила в Россию компонентов по меньшей мере на 6 миллионов долларов. И львиная доля из них оказалась в холдинге, тесно связанном с Минобороны. Стандартные отечественные перцы. Немножко заржавели, чуть-чуть. Но это не страшно. Дубовые, как я не знаю что. Производитель БТК Групп Санкт-Петербург. На этом видео распаковка набора для мобилизованных. Внутри медикаменты, рюкзаки и одежда. Последняя сшита компанией БТК Групп. Это один из ключевых игроков рынка военной одежды. Его предприятия находятся в 10 регионах России, а также в Белоруссии и Южной Осетии. В 2010 году холдинг стал единственным поставщиком вещей для вооруженных сил. Указ об этом подписывал лично Владимир Путин. Дизайнером новой одежды тогда стал известный модельер Валентин Юдашкин. Издание «Собеседник» тогда написало, что Путин отдал гигантский подряд своему близкому приятелю. Это бизнесмен Таймурас Балоев. Самой известной частью его биографии была пивоваренная компания «Балтика». Балоев возглавлял ее с 1991 по 2004 и возглавил вновь за год до начала войны, когда акции Балтики передали под управление Росимущества. С 2007 года Балоев стал заниматься пошивом одежды для силовиков. Сейчас БТК «Групп» изготавливает форму для Росгвардии, Следственного комитета и все того же Минобороны. На форуме «Армия» мы демонстрируем нашу коллекцию для подразделений специального назначения. Изделия были разработаны по заданию Министерства обороны. Это видео четырехлетней давности. Сейчас БТК «Групп» тщательно скрывает свое сотрудничество с силовыми органами. На официальном сайте компании нет ни единого упоминания о том, что холдинг шьет одежду для так называемой СВО. Среди продукции лишь школьная форма да спецодежда. В открытом доступе нет и ее господрядов. Зато упоминания о контрактах между БТК и Минобороны есть в решениях судов. Вот один из них на 26,5 миллионов рублей. Сколько всего БТК зарабатывает на одежде для российской армии посчитать невозможно. Компания, вопреки закону, не публикует финансовую отчетность. Возможно, именно поэтому БТК до сих пор не находится под санкциями. Под ограничения не попала и рижская компания, поставляющая компоненты для российской армии. Судя по таможенным документам, вот эта вот самая фирма АЭС «Арта-Ф» находится вот как раз вот в этом здании на Москово с ИЛ-17 в Риге. Собственно, вот дверь, которая ведет к этой самой компании, которая до сих пор поставляет одежду для российской армии. А вот вход. Компания «Арта-Ф» отлично заработала на войне. Судя по финансовой отчетности, в 22-м году ее чистая прибыль достигла почти 1 миллиона евро. Для сравнения, в 21-м она заработала всего 180 тысяч. По данным коммерческого реестра Латвии, владельцами компании «Арта-Ф» являются некие Владиславс и Виталис Андреевсы. Мы нашли их полных тесок, но не уверены в том, что это именно они. Поэтому пока не будем публиковать их данных. Но поведаем об иных европейских компаниях, зарабатывающих на путинской войне. Вот польская компания «Би-Диджитал», которая поставляет в Россию подсанкционные комплектующие, использующиеся для производства оружия. Одним из ее клиентов является питерская ООО «Инелса». Оно, в свою очередь, заключает подряды с Министерством обороны России. Путинскую армию вооружает и Германия. Об этом сообщили наши коллеги из издания агентства. После начала войны компания «Ди-М-Джи Мори» объявила об уходе из России. Но на самом деле она продолжает поставлять станки для российских оборонных предприятий. Что ж, война войной, а бизнес по расписанию. Когда эта передача уже монтировалась и готовилась к выходу в эфир, пришло новое сообщение. Литва потребовала от автомобилей с российскими номерами покинуть территорию страны. В противном случае их владельцев ждет штраф, либо конфискация машин. Информацию об этом широко распространили российские пропагандистские СМИ. Кстати, российская пропаганда невероятно плотно засела в странах Европы, в том числе и в странах Балтии. Например, самая одиозная российская газета «Комсомольская правда» выходила в Европе аж до начала войны. Но некоторые СМИ продолжают спокойно существовать в странах Евросоюза. Например, в Риге вы сможете купить в киоске последний выпуск «Аргументов и фактов», послушать ретро-ФМ или посмотреть российские передачи. В Париже, Мадриде, Берлине и других европейских столицах спокойно продолжают работать курпункты ТАСС, РИА Новости, Раша Тудей. Все это пропагандистские СМИ Кремля. Во Франкфурте мирно существует офис газеты «Московский комсомолец Германия». Главред российского МК Павел Гусев находится под санкциями Украины аж с 2016 года, а после вторжения России попал под санкции ЕС, Канады, Великобритании и Швейцарии. Сайт МК «Германия» мало отличается от своего российского коллеги. Там рассказывают о жуткой инфляции, о том, что каждый 12-й немец – это правый экстремист, а в немецких продуктах уже содержатся насекомые. Но борются в ЕС не с ними, а с личными автомобилями россиян. О том, почему же Европа в борьбе с Путиным бьет только по обычным гражданам, мы поговорили с адвокатом Кариной Москаленко. Дело в том, что такого рода ограничения, особенно когда они действуют против людей, которые никаким образом не были замечены, уличены в нарушениях каких-либо законов и прав, в этом случае эти ограничения должны быть, с одной стороны, прямо предусмотрены законом. Это требования, которые вытекают из стандартов Европейской конвенции. Они не просто должны быть предусмотрены законом, но они должны преследовать легитимную цель. Если в государстве не существует эффективных средств защиты против такого вмешательства в право, то человек не должен их исчерпывать на национальном уровне. Все, что он должен сделать, и я вот рекомендовала людям, которые выезжали, экстренно выезжали, они со мной советовались, консультировались. Я настаивала на том, чтобы они требовали заполнения соответствующих документов. Надо быть очень вежливыми, очень корректными и сказать, я уважаю законы вашего государства, но в отношении меня они абсолютно не обоснованы. Поэтому я прошу составить соответствующий протокол, акт, все, что полагается вашим уважаемым государством. Я на этом акте, на этом протоколе свое мнение отражаю. И вот после этого фактически человек имеет возможность обратиться сразу в Международный суд. Я могу понять страны, которые вводят ограничения, могу понять причины, по которым они это делают, но это не может распространяться на тех людей, которые не заслуживают таких ограничений. Мы в нашей редакции долго обсуждали, показывать ли вам следующее видео. В итоге решили, да, его стоит показать. Правда, из-за правил Ютьюба видео пришлось отретушировать, но смысл происходящего понятен. На этих кадрах 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова избивает человека. Этим человеком является фигурант дела о сожжении Корана Никита Журавель. То, что вы сейчас видите, и есть то самое путинское государство. Его представители всегда нападают на тех, кто заведомо слабее них. Давайте вспомним тех, кто был убит в путинской России. Сергей Юшенков, Игорь Домников, Анна Политковская, Наталья Эстемирова, Сергей Магницкий, Борис Немцов. Заказчики всех этих убийств до сих пор находятся на свободе. Некоторые из них, вы будете смеяться, сейчас занимают высокие посты. Стоит ли удивляться, что в Чечне эталоне российского беззакония творится произвол? В каком бреду можно представить, что 15-летний сын обычного чиновника посмеет зайти в СИЗО, режимный объект, и избить обвиняемого? И все его действия будут снимать на видео, которые выложит его отец, глава целого региона. Реакция российских властей тоже показательна. Не хочу комментировать, говорит пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Избитого должны наказать по закону, говорит глава СПЧ Валерий Фадеев. У меня нет никакой информации, отвечает нам депутат Госдумы Мария Бутина. Ее коллега Евгений Попов и сенатор Андрей Клишес прочитали мои вопросы в Телеграме, но не ответили на них. Ну, неинтересна им эта история. Это разложение. Разложение целой страны, в которой не действуют никакие законы. Нет никакой морали и ответственности. Напомню, что это еще и страна, которая, вопреки ее же конституции, не контролирует четыре своих региона. 22 года назад Владимир Путин направил тогдашнему президенту Украины Леониду Кучме «Поздравление по случаю десятилетия независимости страны». В нем он написал, цитирую, «Убежден, что Россия и Украина, объединив свои усилия и потенциал, займут достойное место в динамично меняющемся мире». Что ж, возможно, Украина и займет. А путинская Россия вряд ли. На сегодня все. Это был проект «Можем объяснить». Меня зовут Илья Довлячин. Расскажите о нас своим друзьям и родственникам с нами. Вы им тоже все сможете объяснить. Как обычно, лайки здесь, наши контакты в описании. Комментировать это видео можно в любое время. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова